Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь. Божья, милостивая, грешного создачного, Господи, на имя Вячеслава Святого, Господи, прости, и по-моему, в священном плаве славе. Царю Небесный, утешитель нашей стены, и жизнь детства, и вся исполняя сокровища благих и жизни подателем принеслися мы и очистены от всякие скверы и спаси блажен души нашим. Отец наш Небесный, молим Тебе, имя Господа, наш Иисуса Христа, благослови наше Тебе за меня и по слову Твоему Святому. Позволь, Господи, припасть к словам Твоим, к источнику жизни вечной, нетленной. Даруй, Господи, чтобы те люди, которые взяли и из наших рук, и из рук других людей Евангелия, покаявшись, обратились к Тебя, Господу Творцу, и в чистоте и целомудрии, со словом Твоим Святым, проводили остатки жизни своей, надзираемой Тобой, Господом и Творцом, в Церкви Твоей Святой. А нас, Господи, сохрани в Церкви Твоей искренне верующими православными христианами до кончения наших дней. И на страшном судище поставь нас с правой стороны от Тебя, а не с левой. Я как козлищ. Благодарим Тебя, Господи, что даруешь Ты нам все для того, чтобы мы могли спасти свои души бессмертные. Слава Тебя за все, Птицы, и Сухой Дух. Аминь. Мария Андреевна, расскажи, как вам будет, 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 мы там Олега встретили, который был у нас полтора года назад, Стогула, который... А, он помог. Да, он помог, но не пришел. Приглашали, тоже все, всех приглашаем, но не приходят. Так, и ничего, ничего, от Матфея какая? Думал, идет сюда? Да. Ясно. А вот знаете, четвертая глава у нас Евангелия от Матфея. А какой стих? Пятый. А с кушения там начинается? С пятого стиха. Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма. Толкование. Матфея 4 глава, 5 стих. Блаженый феофилак. Небольшой совсем. Это была боковая, выдавшаяся часть храма, представлявшаяся крылом. Это куда он развелся? Писать. Это балкончик. Ну, если так говорить, что телевизоров раньше не было, сейчас бы сказали, давайте посмотрим. Включили бы просто, посмотрели все. Даже бы не сказали, а ну, все понятно. Уже всем понятно было бы. Ну, а здесь приходится объяснять, где это было, почему. И главное, что тут говорится о храме. Как выглядел храм, все знают. Поэтому он говорит на крыле, то есть крыло, это одно из боковых отделений. Оно не примыкало полностью к храму. Храм был простой, это был просто, ну, вот возьмем Евангелие Святое, как раз на нем покажу. Вот если его взять пополам, вот так разделить, это будет квадрат. И вот квадрат. Вот храм был вот такой, вот размера. Весь храм. Вот это была Святая Святых, одного размера с ней Святая. Единственный размер по высоте. Святая, Святое было, низкого, 10 на 10. А здесь уже было 10 на 20, высота была метров. Это Святое Святых. Святом Святых стоял ковчег. Вот так ковчег стоял. И ручки у ковчега, а здесь вот занавеска разделялась. Здесь два архангела были. Эти серафимы, шестикрылые. Вот так. Нет, это ангелы были. Они вот так крылья распростерли, соприкасались здесь. И вот так ручки, чуть-чуть из-за навески торчали. Только. Даже, наверное, не из-за навески торчали, а как бы упирались за навеску, и было видно, что там что-то есть. Потому что написано, чтобы они и не выглядывали, и в то же время было видно. Вот так вот были ручки ковчега. Вот эти ручки так прям просовывались. Там в ковчеге такие петли были. Специально. Для того, чтобы можно было левитом носить. Когда нужно было переносить ковчег, то с молитвами заходили, брали, его переносили. Но таковое было только тогда, когда он находился в Скинии собрания. А здесь, на месте уже, когда его Давид сюда принес и поставил, то его больше отсюда уже не уносили. Уносили только, когда нужно было спрятать ковчег. Это было при Иеремии пророке. Ну, вот так. Ну, это коротко, чтобы понятно было, почему объясняют. И главное, храм. Потому что храм это святое, святыня. Святыня такая великая, что говорится, святейший храм. Потом, это, видите, берет его дьявол в святой город и поставляет. То есть берет дьявол самого Иисуса Христа, а то говорят, да дьявол, он что там нам, не страшен дьявол, все, Бог защищает, все везде, все броня. Берет дьявол, прям Христа, несет его в святой город, Божий, надо понимать, как раз святой, и поставляет еще его прямо в храме. И поставляет его на крыле храма, прямо где святое святых, рядом прям, ничего не боясь. Для чего это говорит Господь? Для того, чтобы видели, что искушения придут ко всем людям, где бы они ни находились. раньше было такое, как бы сказать, благочестивое стремление сохранить людям жизнь, и поэтому, если человек в храм забежал, его оттуда нельзя было, там его нельзя было убивать. Для этого он должен был сам выйти. Архиерей там, или священники должны были ходатайствовать, там перед, ну и чтобы рассмотрели его дело в суде и так далее. То есть вот как было. Ну и человек думает, что, ну раз в храме можно уйти от возмездия человеческого, и даже от возмездия Божьего, может думали, то значит, ну почему бы не уйти от грехов, от сатаны? Вот почему люди идут, и немало не сомневаясь, вот подойдите, сколько мы подходили, говоришь, вы зачем пришли сюда? Ну почти все говорят, если скажешь им, ну грехи очистить, да, 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 вот это мы и пришли сделать. Одна женщина стоит, ну понимаете, я вот так вот всегда вот такая, вот тут, и вот мне надо вот это вот все с себя смыть, и только когда я там окунусь, тогда вот я все, ху, тогда вот все смываю, и тогда мне так хорошо. А вы что, сами не будете, что ли, нырять-то? Вы сами-то не будете, что ли, туда нырять? В прорубь. Я так, я уже, наверное, нырнул в свое время, все, крестил меня Господь, руками истинного священника, стоят, смотрят, не понимают. Я говорю, почему в церкви, говорю, священники кропят людей, мочат, а здесь люди самостоятельно, нету священников, они прям прыгают в ледяную воду. Интересно, Жириновский подошел, там показывают, ну, в Санкт-Петербурге, такая большая, кстати, бочка деревянная, и люди туда заходят и погружаются. Он подошел, так руку засунул, Владимир Вольфович, сейчас надо будет погружаться, и там он раз засунул, а там, ну что, Владимир Вольфович, погрузитесь тоже вон, и это же Иордан, я вот был на Иордане, знаете, там жарко было довольно-таки, я раз руку-то засунул, ну, там водичка такая, знаете, не совсем тепленькая, ну, может, градусов 20, там, что-то, а вот здесь, я сейчас засунул руку, здесь прохладновато, надо бы чуть-чуть людям подогреть, о людях надо заботиться. Я думаю, надо же, совершенно, никогда бы не подумал, но, кажется, но, из всех, вот, кто занимается, вот этим бочкальством, ныряет туда, я думаю, может, он самый умный оказался. А людях надо заботиться. действительно, ну, раз уже решили прыгать в эту воду, ну, сделайте тогда все нормально, чтобы, да, люди, и всех прогоните просто, да, и все. А то, туда же только некоторые ходят, почему? Холодно. А так весь народ, все, страна придет, пройдут, и вот они, и покрестились. Самое интересное, вот в этот самый момент, священника туда поставить, и он спрашивает, вас мочили в церкви? Мочили? Хотите креститься? Ну, я сюда и пришел. Во имя Иисуса Христа. Раз, он пока ныряет, ему руку только накладывает. И, как говорится, бесплатно, и пирожки, и все крещены. Но и даже до этого у них не доходит. Почему? Потому что они же спорят, они спорят с истиной. Господь говорит, так надлежит им исполнить всякую правду. Они не ищут правду, они не жаждут, они не хотят пострадать ради правды. Им нужно побыстрее, вот, отстояли всей толпой, сколько их там было, их было очень много священников, наверное, сотня почти целая. Вот они отстояли, и все так же толпой ушли, запившись на стол, все. Ну, так надо было остаться, когда окунаешься, они долго ли это... Вопрос задан, а люди говорят, а мы не знаем. Никто вопрос этот не задает. Почему люди в ледяную воду сами добровольно, троекратно идут, а священники в купелях, которые есть уже, с теплой водой, никого не крестят. А крестят только тех, кто очень сильно захотел, и кто дал 3000 рублев пожертвований. И там, когда я ходил, говорил о крещении по этой толпе, и там один такой подбежал сзади, это уже опасля, что-то мысля у него. И такой, так это же пожертвование, это же пожертвование. Я говорю, любой юрист вам скажет, если написано, пожертвование 3000 рублей, это не пожертвование. Это уже закрепленный тариф. Все. А пожертвование, это от сердца вашего, не знает никто, сколько вы дадите. Вы, может быть, дадите не 3000 рублей, а 100 рублей и 19 копеек. Никто не знает. А может 30 тысяч. А может 30, да, это пожертвование. А тут поставили, главное, наше пожертвование 3000 рублей, и каждый идет 3000 рублей. Это уже не просто лукавского дурака. Это вообще не знание Господа. Ужасно. Ужасно. 3000 рублей, по принципу. Да не в этом дело. Дело все в том, что они даже и не думают о Боге-то. Как они дальше-то будут жить с таким лукавством? Так как они 3000 рублей заплатили, а полное погружение не получили. Полное погружение. Именно не 3, 2, а не женщины. Это именно когда платят 1000 рублей и просят, чтобы их погрузили. Сделали полное погружение, и тогда оно исполняется. Знаете, я сейчас все, вот мысль у меня пришла. А ведь это сейчас испытания люди проходят. В храмы Божьи, в святое место, люди ходят и ходят и ходят. И вот сейчас тоже там и архиереи присутствуют. Вот это же святые места, там где есть освященные люди, которым можно задавать такие вопросы, и через которые благодать Божья может вещать. И люди ходят, и проходят как испытания, как Господь прошел наше испытание. И никто не выдерживает, ни архиереи, ни священники, ни сами люди. Вот они постояли все кучкой, а архиерея одно, священники свое, семинаристы свое, народ этот свое. Все. И потом всех как прах развеяло. Никого нету нигде. Никто не собирается после этого. Ничего. Христос после того, как испытания прошел, Он стал настоящим учителем. У Него такая жажда появилась идти и нести людям слово. Почему? Потому что здесь мы видим присутствие благодати Божией. Видим присутствие Духа Святаго. Написано, и ангелы Ему служили. То есть почему? Потому что ангелы давно жаждали таких друзей себе. И не находят. И вдруг человек истинно духовный. Наконец-то. Вот со всего сколько был, сколько мы там были, там 6 часов где-то были, а один раз только задали духовный вопрос. А так все такие басни бред не пьяных старух. Я, говорит, из бутылки отпил, бабка мне сказала, что все, теперь вода не святая. Из бутылки, вот из бутыля отпил немножко около воды. и все. И уже не святая, говорит, ты что делаешь-то, мол, не донес. Я не поняла, вот где вот окунаются в этот. И туда вот эта очередь закурит и почерпает из этого же, где окунались, да, и это же вот. Нет, там в другом месте у них провод сделаны. Нет, они вот так сделаны, вот так вот сделаны. Вот здесь вот окунаются, а вот здесь вот этот, иордан, вот эта самая. Она выше по течению у них стоит. А, ну, прекрасно. То есть они специально, как бы, видать, сделали это, чтобы, то есть здесь почерпают, а здесь. Ну, вот архиерею задали вопрос, а если, говорит, какой-то там химический сток идет в реке или так далее, ну, и знают об этом. Да. Говорит, будет ли, говорит, защита или нет? Он говорит, он говорит, зачем, ну, зачем, такие испытания-то на себе проводить? Ну, понятно, там, ну, химический, какой-то реактив, там, разбавленный, ну, ясно вам будет. Да, вода, она вся будет освещенная, но она освещенная Божией благодатью. А если она уже с химическими, там, заражение, это все, оно, конечно, там останется. Ну, может какое-то чудо произойти, но, если вы знаете, что эту воду пить нельзя, ну, конечно, не черпайте ее. И архиереи вот ему рассказывают. А я думаю, архиереи, ты не о том рассказываешь. Наш вот архиерей, спокойный такой. Я думаю, зачем тебе об этом-то рассказывать? Надо вообще рассказать о том, что мы вообще не знаем, откуда это все пришло, этот обычай и так далее. И зачем его Максим ввел, я не понимаю. Мне только лишняя головная боль. Знаете что, люди, все, кто приходил, приходите, вот, там, на Никитину, на семинарию, зайдите на первый этаж, и будем изучать, всем Слово Божие. Да? Все. Кто он так сказал? Ага. Да, Игорь так говорит. Как надо. Игорь, я надо. Нет, ну, ты видишь, Господь нам все объясняет, воображение. И я тоже воображение включил. Я на следующий год договорился, микрофон у нас наоборот. Ну, доживем. Даст Бог. Помоги, Господи. Готовься. Вот ты допросился, ты и будешь народом Божьим отвечать. А мы будем тебя поддерживать. Молитвой. Молитвой. Я когда этому епископу сказала, говорю, ничего не слышно, что вы говорите там, говорю, почему не сделать так, как у патриарха, с микрофоном везде. Он говорит, ой, это хорошее предложение, надо обдумать, это мы обдумаем. А другой какой-то стрелец, все время он ходит такой, в балахоне, как монах подстриженный. Нет, нет, ни телефонов, ни радио, ни этих микрофонов, ничего не надо. Это нельзя в церкви в храме. Ну, патриархи уже не видят это. Они через... А вы что не отказали, что... Вы скажете, да какой-то патриарх, я про патриарха говорю вам. Надо было настоять. Так я не говорю. А то один кто перед другим. Согласился Сергей. Согласился. Мы этот вопрос обрели. Это хорошо. Где он меня не слышно-то? В храме? В храме? Он в храме стоит. Но он говорит очень тихо. Он говорит спокойно. Он вообще такой спокойный. Никуда не торопится. Да. Я в Москве был, там вот храм был. И там две комнаты. И во второй комнате люди не видели алтарь. Так для них специально телевизор и камеры. А они по телевизору смотрят. Прекрасно. Все слышно. И колонки у них. И все. Сейчас это... Забота о людях. Очень хорошо. У нас все не могут поместиться. А это вот такие люди? Так, ну я только на этом внимание обратил наше. Чтобы мы знали о том, что Сатана он все-таки это первое творение Божие. Очень большую силу он имеет. И эту силу он приложил увы козлу. То есть то, что он говорит ложь и человекоубийство это все от дьявола. Это его. Это его личная выдумка. Он взял патент на это. И теперь все, кто начинают лукавить, убивать других. Вот то, что мы сейчас видим. Воины всякие постоянно. Это все от дьявола. То есть наушники ходят подстрекают людей ожесточают царю. Сказал первое творение Сатана Божия. Ага. Ну ангел начните. Первый ангел. Первый же ангел. Прямо точно. Деница сын Зари. Назвали его. Ну не творение же первое. Да это уже было. Были творения уже. Небо, земля. Ангел это потом уже. Из ангелов первое. Они из творения первое. Никто не знает когда были сотворены ангелы. Точно не знают. Или на четвертый день, или на третий. Где-то в промежутках наверное. Потому что ангелы уже рукоплескали когда Господь сделал светило. Да. На небе светило. Это было после третьего дня. И они уже рукоплескали. То есть тот же момент созданный или чуть раньше когда он сотворил и тот же. То есть тут немножко непонятно. А когда говорят первое творение то идите и благовестуйте всякой твари. Это разумно это считается. Не собакам же с кошками благовестить. А разумным. Поэтому это тоже творение Божие. И как раз Сатана восстает против того он не хочет быть творением. Он как раз хочет быть Богом. Поэтому он и говорит что поставил престол свой выше престола Божьего. Это мы читаем у пророка Исаия 14 главе. Там интересно так написано. Сейчас писаю. Иезекииля 28. Иезекииля 28. 14-12 Исаия. Да. Я это ищу. Правильно. Да. С 12 по 14 Как тут написано я нашел. Итак. Как упал дней. Вот так вот. Вот так вот. Ну вспомнили. Ты хотел Иезекииля еще? 28 глава. Ну там тоже об этом уже событие. Может чуть-то другими словами. Ну ладно потом вспомним. Тут еще просто много будет. Давайте шестой стих богаче будет. И говорит ему «Если ты сын Божий бросься вниз ибо написано ангелом своем заповедает о тебе и на руках понесут тебя да не притнешься камень ногою твоей». Толкование блаженного фефилакта словами «Если ты сын Божий хочет возбудить тщеславие». «Я не верю голосу с неба». Как бы так он говорит «Покажи мне сын ли ты Божий проклятый». Восклицательный знак это восклицает блаженный фефилакт на сатану. Неужели потому что он сын Божий ему должно было бросаться вниз. Твоей жестокости свойственно низвергнуть беснующихся, а Богу спасать. А то что написано на руках понесут тебя написано не о Христе но о святых которые нуждаются в ангельской помощи. Христос же как Бог не нуждается в ней. Здесь вот побогаче написано уже и о сатане мы много узнаем какой он подстрекатель Я предлагаю разобрать слово тщеславие что назначает именно ну тут о тщеславии говорится как раз словами если ты сын Божий хочет возбудить тщеславие ну то есть можно остановиться на тщеславии и вообще на словах сын Божий почему он относит к этому титулу или наименованию человека почему относит тщеславие еще ты будешь читать ну я зачитал хотел это я в интернете нашел что есть такое что означает тщеславие а вот как Надежда Васильевна правильно сказала это слово тщетный напрасный плюс слава стремление прекрасно выглядит в глазах окружающих это что означает тщеславие потребность подтверждения своего превосходства иногда сопровождается желанием слышать от других людей есть Адаль Владимир Иванович который написал вот это как он называется словарь он определяет числовие как свойство человека выражающегося в жадном поиске мирской славы стремление к почету похвалам в потребности признания окружающим его мнимых достоинств и склонность делать добрые дела ради их похвалы тщеславие гордость вообще страшно есть еще тщеславный человек есть идолопоклонник хотя и называться верующим он думает что почитает Бога но на самом деле угождает не Богу а людям Иоанн Лесвинич лестница 22 6 вот вот это я хотел то есть здесь как раз брат разобрал все категории и даже людей то есть какие категории людей верующие неверующие как это относится тщеславие к верующему к неверующему человеку и вот и англист тщеславным нам показывает как как относится слово божие вообще господь вера как относится к человеку тщеславному который считает себя верующим то есть если ты тщеславный ты никак не можешь быть верующим это ты только себе можешь восхитить это звание православное меня всегда вот это вот не то что сильно удивляет но вот когда задают вопрос сколько христиан здесь у вас православных и патриарх так немало не сомневаясь ну так 70% людей не подожди давайте опрос тогда какой-то хоть сделаем что же так он где-то данные имеет что какие-то общины есть и он все свел их да у нас нет общин больше чем общины есть у старообрядцев настоящие крепкие общины уж у них общины так общины и то они считают что у них около миллиона людей и то я считаю это очень много можно придумать даже а чтобы 70% населения были православными да я вот когда смотрю вот этот идет митинг в поддержку пророка Мухаммеда в Грозном я думаю у нас одни мусульмы они вообще в стране идут одни мужики прямо вот такое у нас где ты такое увидишь у нас только если пройдут парадом строем и все больше никто не пройдет мужиков а остальные ну и крестных куда там тоже не одни мужики но только как-то и священники да это так поэтому и вот еще вопрос я хотел задать почему именно к этому названию Сын Божий привязал вот это числа и гордыню возбудить в человеке в Иисусе Христе я хотел спросить Сын Божий почему именно Сын Божий говорит он давайте он не знает что он Сын Божий он говорит если ты Сын Божий мы знаем Христос не возгордился не зачиславился это понятно но почему он именно этот титул выбрал а почему я спрашиваю да потому что мы Сыны Божии да мы все тщеславные будем потому что это это название вот прям говорится конкретно вот видите словами если ты Сын Божий хочет возбудить тщеславие да больше того Христос нас называет святыми братьями называет апостол Павел повторяет это постоянно в посланиях святые братья возлюбленные мужи называет нас дети чада мои возлюбленные называет апостол Иоанн он называет верных Христу те кто истинно крещен те кто в Церкви Божией а если мы себя таковыми считаем то вот мы подпадаем уже под это определение есть какой-то ответ да у меня какие мысли на этот счет значит мы усыновлены отцу Богу отцу во Христе когда дьявол называл такие вещи Христу христиан еще не было потому что естественно и усыновленных во Христе Богу отцу во Христе тогда еще не было был народ Божий израильский народ они назывались народом Божьим но я не помню чтобы отец Его называл их детьми называл называл делал себя тем самым равным Богу и это было богохульством в глазах их так в глазах их или это было действительно грех потому что тщеславие это или не тщеславие когда вот я я сын Божий нет он не поэтому они его а потому что он говорил что я равен отцу вот он как говорил и они говорили ты себя делаешь равным отцу называя себя сыном ну называя сыном понятно что называя сыном они хотели до конца просто рассказать что они правду говорят он не говорил я отец он говорил я и отец одно я и отец одно он говорит называешь себя сыном Божьим делаешь себя равным Богу то есть они не сказали ты отец, они этого не сказали а надо было именно так говорить конечно, но они тоже не могли дойти умом они просто знали, что он ошибся ошибся, с языка слетела ну перестарался, как говорится в тщеславии, в гордыне и поэтому взяли это и начали тянуть а он всю правду им рассказал кто он есть, он действительно равен отцу и действительно он сын Божий то есть он всю правду сказал а они, отвечая ему сами того не подозревая тоже говорят правду но они не могли знать, что перед ними стоит Бог Иегова хотя он говорил, я и Семсущий Христос говорит я и отец одно я и отец одно правильно ну вот дьявол же, он же хотел быть выше Бога, даже не равным Богу, и вот есть такое, если он в каком-то грехе замечен, то он пытается другого человека в этом грехе как бы уколоть, улечить то есть если сатана хотел быть выше Бога и он и говорит если ты сын Божий то есть он как бы ему предлагает вот это свое желание стать выше Бога и он говорит докажи, что ты действительно сын Божий бросься вниз а это уже одно дело мы как христиане да, мы дети Божьи мы должны этим гордиться но не в том плане что мы вот гордость гордость это когда ты ставишь себя выше Бога а когда ты чая-то Божья это вот вопрос еще задам по этому существу здесь же вот скажите были пророки вот задаю вопрос на пророках была Божья благодать? конечно Дух Святой был на пророках? конечно а теперь я задаю вопрос а в школах пророческих кого учили? можно ли выучиться на пророка? можно ли учением получить благодать и дар Святого Духа? а школы пророческие были в Ветхом Завете? значит избранные особые были итак Сын Божий это избранник или можно выучиться на Сына Божьего? избранник конечно избранник это особый избранник это сам Бог я думаю что вот ответ на вопрос здесь содержится это то же самое что сейчас в семинариях учат детей каких-то я не знаю и очень часто ненужных детей учат на священников я считаю что это башка просто взорвалась у кого-то у человека как можно выучить человека на священника его можно выучить каким-то действием священническим но чтобы человека уже он родился как у евреев и теперь это точно это в семинарию пойдет он идет по той же линии что его отец подождите это откуда мы взяли это такое это особо избранничество поэтому здесь он говорит об избранничестве то есть за какие-то за какие-то или проступки или поступки или не знаю за что Бог тебя избрал ты действительно избранный Богом это был точно такой же подход как к Еве сатаны только теперь он подходит к Адаму новому Адаму Адаму духовному Иисусу Христу и такой же коварненький вопросик к этому кидает вроде бы все правильно говорит а ты сын Божий ну конечно сын Божий это и так понятно что он сын Божий нам сейчас но тогда-то он не знает он должен был открыть его и Христос должен был добровольно начать беседу и говорить ну конечно дорогой бы сатана как Ева начала с ним да нет немножко не так вот все деревья мы можем есть вот одно только там есть не прикасайтесь то есть начала разговор Христос не так говорит он говорит написано сразу побеждает с этому вот отличие ответов правильных а ведь он правильно все сказал ты сын Божий и бросишься ты с этой высоты но мы еще не можем идти на поводу сатаны потому что ему-то надо нас обмануть и убить брат вот что-то хотел добавить я хотел дополнить вот здесь сын Божий что говорится в ветхом завете где это премудрость Соломона 2 глава я просто первый стих а потом другой стих который нужен начинается она так премудрость Соломона 2 глава неправоумствующие говорили сами в себе ну и здесь причисление идет что они думали о праведниках и вот так 16 стих он считает нас мерзостью это как бы неправедно умствующие говорят и удаляется от путей наших как от нечистот ублажает кончину праведных и чеславно называет отцом своим Бога чеславно своим да это сюда подходит именно так чеславно то есть ему нужно было именно чеславие что если бы да да я сын Божий ну вот чеславие тебя и взяло а теперь человек бросился да в таком в эйфорическом состоянии бросается а там ничего нет как это мы часто видим вот я еще очень хотел про то что ты говоришь избрание именно в то священника рукоположение например да почему оно происходит да но про чему происходит то понятно Господь избирает нет я просто имею ввиду да Господь избирает но есть которые черты характера на основании чего каких-то дел про человека избирается избрать ну да это деяние 6 глава 3 стиха итак братья выберите из среды себя 7 человек изведанных исполненных святого духа и мудрости их поставим на эту службу это про диаконов это не про священников нет это я понимаю что не про священников нет нет сюда это не подходит а эта служба это всего-навсего следить за столами чтобы все голодные не уходили нет я понял но здесь есть возложили на них руки я вот о чем говорю то что их же избрали все-таки и сие по малейше возложили на них руки то есть дьяконы и священники дали благодать на это ну благодать да на священство тоже руки возлагают да но здесь здесь видишь если надо читать то Тимофеев надо читать и к Титу потому что там они избраны от Господа и сам апостол Павел их рукополагает в епископы или сначала в пресвитеры мы не знаем точно но однако в священнический сам и вот там выбрать перечисление об этих людях какими они должны быть то есть значит они еще не такие и там написано какой должен быть учитель должен быть незлобивый приветливый скротостью обращать противников я могу зачитать да 1 Тимофей 3 глава с 1 стиха верно слово если кто епископства желает доброго дела желает но епископ должен быть не порочен одной жены муж трезв целомудрен благочинен честен странолюбив учителен то есть строгость должна быть тут тоже не пьяница не пьяница главное смотри тут трезво а тут не пьяница не биться не сварлив не користолюбив но тих миролюбив не сваролюбив хорошо управляющий домом своим детей содержащих в послушании со всякой честностью ибо кто не умеет управлять собственным домом тот ли будет пищить о церкви божией и вот дальше 6 стих то что Ян Златус потом говорит причина именно о сатане когда он говорит что не должен быть из новообращенных чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом но немножко не то я хотел я там а именно о Тимофеях говорилось это вторая Тимофея там в третье тоже в третье да в третье ну там когда он перечисляет какой должен быть пастор божий учитель и так далее и он с кротостью наставляет противников не даст ли Бог покаяния с кротостью там все о кротости идет речь везде только юношки похоти убегает одержись правдой верой любви мира со всеми призывающим Господа от чистого сердца от глупых и невежественных состязаний уклоняйся зная что они рождаются ссорой рабу же Господь им должен ссориться но быть приветливым ко всем учительным незлобливым скротостью наставлять противников не даст ли им Бог покаяния познания истины чтобы они освободились от сети дьявола которого ловил их свою волю вот вот начнем только вот это читать и вот сейчас мысли идут о том что мы видели позавчера но не как слово Божие и вот эти вот и Ордания не соответствуют действительности собрать придумать собрать столько народа прийти что-то там в мегафон пробормотать все закончилось и все молча встали ушли все и куча народу осталось это мы только это мы только 600 евангелий мы распространили еще были там баптисты адвентисты распространяли еще сколько ну пускай тысячу распространили вместе так сколько людей не брали еще я не знаю там ну там порядка десятка тысяч человек было это прям столы туда завозили туда доски надо завозить прям при всех колотить а все будут ходить вокруг а что такое подождите немножко сейчас увидите это столы сейчас пир будет люди ходят потирают все лавки садитесь все все сели только никто не уходит сейчас никто открываем вот у всех святой евангелия нет ну давайте еще кого нет раздали открыли все евангелие от мафея видите патриарх Кирилл благословил да 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 сейчас будет пир пир духовный не только словом вы это не только хлебом единым но и словом будете жить сейчас родословие Иисуса Христа сына Давидова сына Авраамова кто не понял что я сказал все поняли родословие дальше Рождество его было так по переселению же Вавилон и пошли дальше вот как должно быть да сейчас дойдем до крещения подождите немножко все быстренько коротко так вопросы вопросы главное вопросы задавайте там кто-то все равно задаст пробудите да толчок нужно а там кто-то а пирожки пирожками мы уже наелись сыты уже этими пирожками дома наедитесь пирожков сейчас вот видите у каждого уже есть священное писание вот сейчас мы вам показали как вы должны открыть его дома и начать читать и исследовать вникать в себя так запишите всем мой телефон я вот архиерей принимаю любые звонки вы должны покаяться и веровать вот в это евангелие веровать в него иначе вы царство божие не наследуете на следующий раз кто не прочитает к иордании не подходите не будет там святой воды вот это было бы сильно надо было тебе епископом не подставят не знаю так вот надо было говорить я говорю надо было вот этот там шум-то мешало так бы можно было кричать покайтесь его приблизилось царство небесное покайтесь не читайте а не будете читать не будете знать погибаете и все из-за того что не читаете не верите погибаете нету верности да там я говорил так что нормально вот как господь делает вот этот который заведует вот этими машинами рупор пока еще нет у нас этого рупора пока что ну нету мы с ним в детстве вместе провели понимаете знакомый мой я на восьмом жил он на девятом ребятишками вместе друг другу дружили в одной школе учились и что он он там дискотеки вел он по электронике там мастер я говорю дай мне микрофон сказать пожалуйста мы уже уезжаем я говорю на следующий год дашь да тебе пошатки а тебе пошатки то не дадут то что мне дадут там кого-то включили и ничего не понятно во-первых надо было места окрещения водоосвещения вот эти можно было читать и прям их-то растолковывать прям и все по микрофону да и надо было тем более знакомый был не сказал но он уже в конце подошел когда они уже уезжали и мы прямо вместе выехали они не знают все они знают они не хотят ничего делать кто знает да никто не знает ничего да эти священники да организовать можно было организовать вы думаете священники там что-то много знают а там ни одного слова не было понятно гу-гу-гу-гу-гу-гу что-то гудит 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 а я подошла к нему говорю что безбородые то говорите православное что безбородые нам не разрешают потому что вот в телеканале там не разрешают где они работают я говорю надо сказать чтоб все делали и как было да знакомый ты сказал да дайте микрофон я скажу сейчас о крещении именно скажу и людям которые не знают им надо было сказать а то они пришли окунулись один раздеваются я говорю да что стрепься что-ли здесь прямо здесь раздеваются на берегу и что они голо побежали туда наш епископ курочкин очень хорошо об этом писал праздники да а вы не читали нет еще а где в интернете почитайте в интернете надо войти спросили в нашем форуме есть статья статья он прям все это высвечивает пух и прах почему почему я против крещенских купаний называется знакомый он не воспользовался микрофоном ну вам же сказали они уже уезжали они уже уезжали а до этого ты не знал что ли нет конечно да такая масса народу надо было календовать это из года год такая масса народа ой сколько а что сейчас только заговорили я уже не знаю сколько хожу туда сколько мы с тобой ходим а сколько я со славиком туда ходил я уже не помню сколько я ходил я уже 14 лет а когда же это началось это при Максиме началось сразу же практически как Максим стал это с 2003 года мы со славиком первый раз ходили мы туда пришли визитки у нас там раздать немного а там на воду мы потом пришли Игнатий Иванович а там тысячи как надо на следующий раз что-то и вот мы уже сколько с Володей сколько ходили с Сергеем сколько ходили и постоянно раздавали и Евангелие раздавали и визиток кучу но у нас всегда нам не хватало то машин не было у нас то ну Ольга Орва посмотрела ролик а то говорит ну ты здорово придумал что на машину вот так вот разложил она говорит сколько там у меня еще осталось осталось у тебя на полках еще да осталось а что вы все не забрали бы Пашенька не дал я пережил я пережил что и во-первых там надо там надо было уже стоять просто стоять конкретно стоять и там уже ходили единицы мы уже за каждым человеком бегали толпой все люди уже приходили по одному по два уже вот так да они там до вечера поток шел бы они же приходят но я говорю там на конкретно надо было кому-то встать там паре человек и все и там больше не надо уже людей все работа сейчас будут идти до темна будут как в прошлом году до темной ночи они идут и идут и идут рабочий день они все на работе еще многие вот так мне сказали я говорю до скольки я-то не знаю а другая женщина говорит до ночи в прошлом году до темна шли и шли может быть даже имеет смысл самим организовать вот это просто ему сказать сигнал чтобы он свою выключил на время да и они продаются от аккумулятора раз подсоединил ну как он проповедует по этим по интернету смотрели он кричит он же со своими этими инструментами и кричит во всю горло здесь через микрофон тоже они отлично кто-то остановился послушал а кто-то интересно вот тут написано как а то что написано на руках понесут тебя написано не о Христе но о святых которые нуждаются в ангельской помощи Христос же как Бог не нуждается в ней да то есть это вот еще раз говорит о том что сатана даже близко к разгадке тайны Христовой не подошел да конечно Господь такие тайны оставляет Господь даже казалось бы все сейчас рассказал о вечной жизни а люди не верят странно ну все рассказано уже рассказано показано все а вот это такая тайна что люди неверующие не открыто им вот они и видят и не видят и слышат и не слышат и исцелял и зрение возвращал и воскрешал и все это на виду я тоже сегодня читала и размышляла говорю он же ведь исцелял на глазах у всех людей воскрешал на глазах бесов и говорил почему они не верили и вот и потому что иосифов сын правдословие а Давид и Исеев сын тоже был однако же на какую высоту Господь возвел его Давиду так что ну ради кличос ручкой а еще у этого начальника аппаратуры мама пятидесятницы ну верующая прям она а он абсолютно ты меня все равно не убедишь вот интересно как Господь все это сделал он сегодня мы читали девятую главу Евангелия от Луки и как Господь сделал он как бы он преподносил новое учение ученикам как детям понимаете он своими притчами своей жизнью сделал их взрослыми детьми почему он говорил часто о детях как воспринимать надо иначе вот как дети вырастают вот их учат они растут растут и потом приходит возраст и вдруг раз у них появилось осознание вот точно так же он дал вот меру своей учения своего апостола почему он говорил что к старой к старой одежде не прилагают новых заплат что вино там и так далее новое молодое вот эти причи он говорил о чем об учениках им нужно было быть воспринять новую веру как детям но в то же время нужно было быть серьезными как книжники и фарисеи как это совместить взрослость великую великое обучение и в то же время такое кротость такое терпение такое незлобие и такую приятность как у детей и однако ему удалось это сделать хотя бы с немногими и мы видим что когда пришел Христос они не приняли его вот так вот да не приняли Христа Мария Магдалина замучилась бегать к ним туда-сюда от гроба и не приняли да да и в этот да вот именно не приняли а почему почему не приняли возраст не пришел еще их возраст их не дошел еще им нужно было маленький толчок чтобы вот это прозрение пришло и Господь сделал он явился и тогда вот это они подросли от веры в веру превысило это вера и тогда они стали верующим точно так же происходит перелитие чаши беззакония вот говорят как так чаша кнева Божия вот она в руке ангельской чаша и она еще не наполнена гневом почему ну мы видим Донецк бомбят детей убивают а Порошенко там где-то в Женеве стоит и выступает перед студентами как правильно обиходит свой социум в стране вот он президент и все-все под его значит опекой и он детям там дает правильное образование там куда и там одна девушка не выдержала крикнула на английском языке говорит где-то убийца мне противно тебя слушать молодец вот так вот люди какие есть ну в какой-то стране его тоже по-моему Швеция Швейцария Швейцария я про тебя это говорю да почему не приняли приняли все он стоял просто вот так сделали вот так вот девушка выкрикнула и все он дождался стоить с такой холоднокровной физиономией никого ничего не сказал в этот момент бомбят и уже после праздников вот после этих праздников 130 людей уже убили а в крещении бомбили или они договорились да да бомбили еще как бомбили он говорит морг у нас забит 130 человек мы не можем остановиться вывезти их потому что постоянно бомбежки улицы бомбят в центре города и показывают морг у них вот так трупы на трупах лежат где там что оторваны бабушка одна сидит и говорит ну куда я на старости пойду вот ручку мне оторвало и вот такая культяпа бабка уже старая лет под 80 мне же надо было поднимать внуков и так далее а я глядите вот сейчас осколком говорит вот видите почему россию обвиняют почему они говорят что россия тут воюет россия воюет они бомбят все убивают разрушают все дома все разрушают а россия виновата ну потому что они не могут захватить а раз не могут захватить то ясно кто воюет это россия ну что там донбасс казалось бы мы взяли его зашли танками прокатились они танки посылают 10 танков 15 назад возвращаются половина до украинцы сейчас там они танковыми колоннами решили прорваться в Донецк добровольцы то они русские вот бросили вот вчера показывают бросили значит батальон или сколько там человек до батальона людей и 15 танков они у них 6 танков подбили 5 бронемашин подбили перебили там сколько-то людей в плен еще взяли и вот допрашивают сидят допрашивают уже вы говорите куда лезете то сюда а нам сказали на соединение идти да мы ваших всех перебили здесь уже говорит куда вы прете и прете и все у вас что там командование ничего не знает что ли разве данных нету ничего а эти такие растерянные у него аж челюсть дрожит а видно что мужик такой лет под 50 уже ну командир они их послали и бросили просто по улице вот так послали идите там что будет то будет им же надо показывать боевые действия активность какую-то а активность только в трупах в крови исчисляется вся активность у них у них как будто до задания а теперь им какая-то месть идет месть у них снарядов много они теперь бомбят туда бомбят вот как делает сатана все но то и это когда прекратится то и нет Христос говорит это никогда не прекратится а я вот думаю вот если бы люди Бога знали бы верили бы они бы вот все бы все бы упали молились вот есть же в Писании как люди молились и Господь все останавливал не менее да не останавливал мне кажется они не молятся там я вот уже каждый Божий день Господи ну помоги ты этому народу который погибает ну вот охота даже вот иной раз передачи идет прям вот там можно позвонить туда-сюда охота прям ему там позвонить сказать ну вы все то упадите на колени просите Господа Бога может Господь а то болтают без внуков о чем попало и священники такие же ведь ну эти правители все ну такие безбожные ну ведь ну как так можно народ безвинный убивать и ни за что не отвечать вообще непонятно а сегодня этот кто он негр-то этот Обама чтобы упустить Путина надо немедленно убрать убрать Путина и все а ведь зачем сатана говорит Господу броситься вниз для чего говорит для тщеславия почему тебя подхватят ангелы так это же не просто так храм всегда наполнен людьми и когда ты бросаешься вниз представь ты летишь и на все смотрят сначала тебя увидят что стоишь на крыле храма все кто там забрался и вдруг ты бросаешься такой гордый и в этот момент тебя раз ангелы подхватывают и все и вот так раз тебя потихонечку ставят и ты так потихонечку оп вот он стоишь и все это Сын Божий на нем благословение Божие дай мы тебе прикоснемся на тебе за то что я прикоснулся и все и вот он весь и теперь он может вершить судьбы людей у него теперь все золото его все женщины его все кони его мужики все тоже пойдут сейчас за ним убиться тут же не просто бросься вниз и бошку себе разбей нет чтобы все увидели чудо какое ты сотворит с тобой бог ангелы на самом деле ты 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 здесь молодец ты герой вот этого надо очень бояться и поэтому Господь говорит как поступает раб как поступает слуга он обихаживает господина ноет моет ему ноги все вот как поступает слуга и вы будьте слугами уже уходит Христос и говорит будьте слугами и как поступают сейчас священники у нас слуги где они до конца были с народом они были должны были тогда принимать их из купели оттирать полотенчиком целовать их жирные пузики там или что там такие пупсики ходят ой 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 в эту купель ну а женщина ну срамотень просто ну ну женщина ну до чего вы докатились ужас какой кошмар ладно мужики там брюхоногие эти там ужас ну тоже там ладно их даже за человеков не посчитаешь но женщины они же всегда были целомудренны как-то где остается и в святой день приходят туда оголяются лезут туда я смыла грехи да ты совесть последнюю смыла когда разделы еще прочтем не до конца мысли развели но тут она между собой то должны то же самое в таком состоянии быть разрешите я прочту слово Божие пожалуйста седьмой стих Иисус сказал ему написано так же не искушай Господа Бога твоего толкование блаженой Феофилат коротенькое Христос коротко отражает его научая ой кротко кротко отражает научая нас побеждать демонов кротостью и смирением ну как бы кротко и кратко что-то есть такое минимализм какой-то и главное такое толкование прям маленькое ну ты попробуй это все сделать с кротостью и смирением а демон больше всего не любит послушание смирение не любит все могу а смирение а смирение это покаяние первое вот что делается в смирении это покаяние потом там плоды приносятся вначале нужно раскаяться внутри себя полностью в прах прям повергнуться перед Господом перед тем кого ты оскорбил или событием этим ведь говорится что мы должны радоваться с радующимися и плакать с плачущими а где это происходит правильно вообще сейчас мир раскололся все черное белым белое черным вот там да пророк Мухаммед мы не знаем этого пророка Мухаммеда как он выглядел никто его не может показать не рисовали его не знаем не знаем как он писал он вообще писать не умел и там за него все написали как он говорил был ли он гугнивый был или какой ничего мы о нем не знаем об этом пророке мы знаем только одно что он говорил учение которое сам придумал или ему сатана там еще рассказал и это учение приняли многие многие люди там на востоке это мы знаем точно и не карикатуры надо на него нести дурацкие а перепечатывать статьи из слова божьего для слова божьего нет уз который Игнатий Тихонович в этот мусульманский том 8 печатали 18 печатали бы и печатали бы его вот это было бы толк это было бы по-настоящему там и о крови говорится как нужно там все места выбраны и о том как нужно поступить чтобы пришел мир и о благовестии и о как мы неправильно поступили все там есть но не карикатурами же добиваться непонятно чего чего ты хочешь добиться когда ты карикатуры рисуешь причем похабного содержания чего ты хочешь добиться так да это сатана все делает да конечно это сатана чтобы это однозначно ведь миллион вышло в грозном миллион это же не так просто сатана все это и делает что лишь бы вот возмутить так они сейчас пока вышли они шарики вверх запустили а они же эти ребята они могут не только шарики пускать они голову могут вот так запускать конечно могут а что они не могут и запустят чувствуется скоро доиграются а какое учение этот Мухаммед принес что он там сказал да и что он там не это самое ну вот о чем и речь то надо это и показать людям чтобы все увидели что ничего там нету вообще да то неверный мечом по шее да а что неверный где неверный там главное это было единобожие у него больше ничего поэтому и мечом по шее единобожие один бог многобожие это значит принесение жертв людей а он это терпеть не мог мы тут с ним должны согласиться что жертвы людей то приносить вообще никуда не годится и он восстал против этого тут надо понять тоже тогда это было актуально у них людей убивали детей убивали женщин ему очень не нравилось когда и животных приносили в жертву тоже видишь во Франции это вот эта свобода от слова она уже как идол то есть значит что хочу то я пишу ты мне не вправе запретить я имею право рисовать они сейчас продолжают это же самое дело самое интересное что у мусульман у них закон типа такой же как как идол у них закон если оскорбление нанесено вере одно только меч по шее все поэтому что теперь сделаешь нашел их идолище ну а идолище мусульманское нет ну а почему не гаясь что ислам это миролюбивая религия что терроризм против терроризма нет ну у них есть есть у мусульман России вообще и даже турок есть как говорится не пример а ну у них есть что показать своей жизнью они ни с кем не воевали за религию уже до очень долго ни на кого не нападали что наших татаров возьми они защищались защищали там были татары сколько воевали великую отечественную войну и так далее много и ингуши там ну и так далее то есть они мусульмане воевали защищали эту вместе с христианами эту страну которая мечети их порушила и так далее до этого сколько было когда царю последняя которая ушла организованно с поля боя организованно так их и не добили это дикая дивизия была состоящая из ургушей ну кавказских народов там всех последние царю кто были верны царю причем за монархию а мне вчера ойга-то глаза открыла оказывается президент Белоруссии сказал пять лет тюрьмы тем кто будет воевать не просто тем кто будет воевать тем кто будет воевать на территории ополченцев а за Украину значит выходит иди воевать да он вместе с Украиной этот да нет просто он понимает что за Украину никто никто не пойдет воевать чем они будут платить людям могут пойти там хоть какая-то правда если и деньги Россия все-таки стоит еще давайте ни духовенства ничего не говорит ничего этот Агапангел там этот митрополит никогда ничего даже этот Порошенко что хочет дьяконом каким-то там был и что такие дела творит что это кошмар но Порошенко то он же дьяконом был дьяконом да он верующий человек дьяконом он был по-моему у него не Порошенко веры да тот и оно не то что там дьяконом ну ясно он такой же дьякон как этот у нас охлобыстин священник да вы видели его морду охлобыстина а вы видели когда он раздетый он же раздевался пред людьми он весь в наколках он как сатана весь исписан у него вот сюда на шею идут он постоянно воротнички вот такие стойки делает ну в нужные места у него вот сюда под ухо идет хвост какой-то здесь вот какая-то надпись он вот так весь вот он исписан до кончика он вот так вот у него надпись выходит и вот только один кончик вот этого змеюги увидели эти в семинаре где он там учился где он там учился не знаю в Москве они должны были сразу запретить потому что надписи не имеет права священник на теле иметь а это брат смотрел в детском православном лагере священник обвинили в педофилии он в Израиле снулся он был духовником футбольного клуба Зенит как тебе это нормально это все равно что я духовник бордели сова барнаульской которые по ночам берут по 500 евро с клиента рядом с вами там артель ресторан сова ну бордел бабы там продаются за деньги не, ну а Зенит а что ты их сравнил а там духовник у них тоже есть а Зенит да блудяга на блудяги и на всех проститутках женатые они на ком они там еще женаты на прекрасных дамах что ли ты видел как они фотографируются в помощь моему мужу футболисту хобана фотографии показывают да вы что с ума посходили и показывают все жены все голыми снялись в помощь мужу да это уже колец скоро будет это уже безумство натуральное и что ты хочешь сказать-то и теперь он духовник во всем этом ну что мы футболистов не знаем да и так футболисты хуже актеров актеры некоторые они имеют классическое образование он начинает говорить его заслушаешься актера какая память там такие стихи вот эти старые выходят они такие стихи читают там Есенина там военных лет прям заслушаешься молодцы эх футболисты вышли он что он почесал между ног как следует крякнул что он может то еще футболистов ну ты что не видел чего не могут ну пробежал вспотел забил там не забил чаще не забил и что дальше получил миллион ничего опять не делает выбирает себе женщин что его духовничить там не могу понять он просто на безделие этот папяра обязан был чем-то заняться непотребным 9 и 12 лет совратил девчонок причем сексуальное насилие написано это сказали не просто там что какие-то домогательства а уже насилие и евреи заступаются ну это и понятно кто должен за него заступаться но они вроде хотят обратно его в Россию ну уже да экстрадиция сказали что будут экстрадировать его ну вот тут то все увидим а он говорит вот когда я был духовником меня так обожали все там а теперь когда вот случилось там небольшой оступился там чуть-чуть и уже сразу на меня все набросили ну да когда клеветали там и так далее я понимаю если бы клеветали взрослые люди и так далее но на детях клеветать а как обычно оказывается сколько вот было всяких когда вот это о детях идет речь это дыма без огня не бывает да чего-то там да какая-то червоточинка она присутствует сейчас такие дети что они могут действительно на уровне да и самое главное ему после того как он был духовником футбольного клуба Зенит ну никак нельзя было быть духовником малолетних детей да что родители сами не видели что ли а им это наоборот о футбольного клуба духовник это как газеты правда был духовник Дмитрий Дудко сейчас помилой нет я хочу читать слово Божие 8-9 стихи братья опять берет его дьявол сколько раз тут ну делал повторили уже на весьма высокую горлю показывает ему все царства мира и славу их и говорит ему все это дам тебе если пав поклонишься мне толкование дьявол явился ему в чувственном виде посему чувственность показывал ему с горы и все царства подставляя их пред очами его в призраке по своей гордости он призывает мир называет мир признает мир своей собственностью так и ныне он говорит любостяжательным что они поклоняясь ему будут иметь все это любостяжательным тем кто все время желает приобретать приобретать себе ну накапливать себе в достояние как тот богач который сказал о много пшеницы так житниц не хватает сейчас эти сломаю больше построю насыплю полные насыплю полные и буду тогда заживу все больше ничего не надо уже пить болеть вот так до следующего дня не даже аминь вот такие любостяжательные к ним обращается сатана и здесь он обращается ко Христу с той же с тем же самым как бы его искусить но не получается причем теперь уже дальше пах поклонишься мне то есть если раньше он это призначно все имел ввиду сам сделай хлебы бросься ангелы подхватят а здесь уже ко мне обратись ко мне вообще это даже странно если я сам могу себе сделать хлебы из камней уже уже минимум я имею пропитание да дальше если я сын божий и когда я когда я бросаюсь Господь Господь мне делает такие чудеса посылается слуг ангелов небесных то значит я уже еще больше могу делать так а здесь а теперь пах поклонись мне ну совсем ни на чем вот и всегда это и видите и все показывает призрачно у сатаны все призрачно власти его здесь нету если мы пойдем за сатаной то мы приобретем только тлен мрак и вечную смерть все больше ничего у него нет у сатаны если же мы идем за Христом мы получаем благолепие блаженную вечную жизнь и наследие со Христом и лицезрение самого Господа нетленную благоухающую жизнь которую никто не может описать она измеряется какими-то блеском каких-то драгоценных камней чистотой золота чистотой воздуха льда там воды прозрачностью чем только Господь и святые не пытаются нам показать это все а потом апостол Павел говорит и невозможно передать на сердце человеку не приходило как Господь что Господь уготовил любящим его на сердце не приходило остались говорить слушать не хотят вот не хотят слушать я поражаюсь просто такие вроде люди порядочные рядом со мной соседи но казалось был добрый и не пьяница и не матершинник и ничего говорю ну вот возьмите почитайте крупно так написано так хорошо читают да нет не надо а мы там встретили кого-то кто рядом с вами живет кто это был там рядом родится Николаевна кто-то а мы так выходите к ней там занятия у нее проводятся какие-то пожилые люди были мужчина женщина а мы рядом там живем помнишь записывали потом посмотрите там кто это я не знаю мы говорим так она рядом прям а там мы ходили к Титову ходим в общину к Титову к Титову я говорю Раису Николаевну такую блинника узнаете ну конечно знаем я говорю так она в нашей общине она сейчас опять у нас же да вы что да у нас занятия проводятся все приходите уж что-то это же такое дело ладно там молимся по разности ну в общем они сказали с научного городка они да они с научного городка а нет они с научных научных городов ходят но живут рядом с вами кто такие нет таких тут понятно они с научного городка значит они ошиблись там они были в том храме где там в научном городке там храм есть а потом мы у них отняли и они вот этот храм построили на Алексеевой и все оттуда ездят кто там ходил туда оттуда Все едят сюда Но там их мало И они там Порядка нет Еще минут 15 можем Так Следующий Десятый стих Тогда Иисус говорит ему Отойди от меня сатана Ибо написано Господу Богу твоему поклоняйся Ему одному служи Толкование Господь разгневался на него Когда увидел, что он присваивает себе то Что принадлежит единому Богу И говорит все это Дам тебе Будто свое собственное Познай отсюда, как полезно Писание Большими буквами Господь им заградил Уста врагу Игнатих Потрудился для нас Комментарии его мелкими-мелкими Буквами сейчас просчитает брат Как полезно Писание Утверждает блаженный Викторакт Игнатих Комментирует В эти три искушения Дьявол вложил все соблазны мира Чрево Чудо И авторитет Спаситель каждый раз отвечает Текстами Священного Писания Ни на одно слово Христа Сказанное из Библии Дьявол не дает ни одного слова возражения Почему? Если змей все еще сомневается Кто перед ним Действительно ли воплотившийся Сын Божий И это сомнение разрешится Только при распятии и воскресении То относительно Слова Божия Противник неба уверен Что Иисус из Назарета Плотник и Сын Марии Приводит слова того С большой буквы Кто сбросил его с неба Кто лишил его звания Херувима Осеняющего В каждом Слове Божьем Видит В каждом Слове Божьем Враг видит С большой буквы Автора Этих слов Чувствует его присутствие И не выказывает Никакого сомнения Относительно истинности Этих изречений Этим же методом Отвечать цитатами из Библии Пользуются все святые При разговоре с дьяволом И ни разу сатана не опровергает Этих слов Как будто они прожигают его И опрокидывают И делают безмолвным Люди изучают различные науки Искусство риторики Менее побеждать соперника Но ничто не может сравниться С чистым Словом Божьим С его силой и неотразимостью Никто хуже православных Не знает Библию и ее содержание Это же почти полностью касается И пастыри Да коли Библия не будет стоять На первом месте в сознании людей Пока Евангелие Не займет центральное место В разуме До тех пор Называющие себя верующими Будут поражены дьяволом И за эту ненаученность Понесут ответственность те Кому вверены эти овцы Люди придумали Различные обереги Написи Священные предметы Святую воду Можно добавить И особенно 90-й псалом Чтобы отбиться от дьявола Предполагая Что он всего этого боится Но вот здесь видим Что лукавый сам читает Этот псалом Давида И пользуется им Как своим оружием Даже против Христа Что можно сказать здесь Жаль что Жаль что Наши святые мужи С самого начала Рождения церкви С самого начала Когда церковь возросла Умножилось Количеством членов ее Не Проявили Должного Здесь Смирения К слову Божьему Надо было все таки действовать Как вот говорило Слово Божие Чтобы все было Чинно Благопристойно Нужно было Людей Учить Везде написано Учить Вот сколько раз мы сегодня Про учение Учить Где написано Что написано Самый Грамотный народ Был Во все времена На земле И сейчас Это народ Извалийский Почему Обязанность Знать закон А что все юристы Деваться Никуда Если ты хочешь жить То будешь юристом А почему За все убить Вот это не так сделал Убить Вот так вот Посмотрел С вожделением Уже ты будешь Наказан И так далее И тому подобное Мы видим Что В христианстве Это Все заповеди Они Воссияли Просто Они Воссияли В душе В сердце Каждого человека Люди Проявляли Совестливость Потому что Христианство И совесть Это тоже Детство Но Когда Началось Бессовестность В христиан Ну В церкви Будем говорить Это когда Человек Неправильно Начал входить В церковь Он перестал быть Истинным чадом Божиим Он перестал быть Членом церкви Истинным Когда Просто Отстоял Отмолился На показуху Императору И ушел И дальше Он теперь творит Дела не милосердия А зла Нужно было До конца Каждого Прослеживать Каждому пастырю Работать Со своим посовом Если он уже Назвался Посовом Нельзя Никогда Вот как Мы в этот раз Крестили Вот Сергия Крестили Вот Кристину Эту Их нельзя было Никак крестить Сергий был Против Владимир Был против Братья Я тоже Я тоже Против Если будут Говорить Скажите Я тоже Против Чтобы Их не Крестили Почему Одна Маленькая Неурядица Подстриг Он сейчас Бороду И пришел К батюшке И батюшка Увидел У него Даже Наверное он не Каялся еще Добавка И батюшка Ему Эпитимию Положил Пока Не отрастет Все Обида Уже И все И уже Не хожу И уже Не хожу Все Вот До чего Дошло Все И нам Тоже надо Это проявлять Вот эту Тщательность Вот это Смирение И крутость Перед Словом Божиим Да Хотелось бы Конечно Что все Были верующими Как один Но Если мы Это не находим Не обрячем Не обрячется Это в человеке Зачем это Искусственно Подделывать Да Никого нету В общине Ну теперь Значит Общины не будет Просто и все Другая где-то будет Слово Божье Оно Не расходится С делом А здесь Можно еще Из жизни Привести пример Кто как Словом Божьем Отбился От дьявола Вот как Христос Отбился От дьявола Священное Писание Может Ну вообще В жизни Были же Такие случаи Когда ты Словом Божьем Отбивался Нас часто Говорят Улети На войну Убивать Ну и как Отбиваемся Сразу Матфея Открываем Пятую Главу 43-44 Стих Читаем И сразу Говорим А Господь Говорю вам Любите Врагов Ваших Все Отбился Словом Божьем Ну вот Игнатий Рассказывал Что какая-то Раба Божья Была Она тогда Приходила Как Крещение По-моему Только И Сатана Решил Задавить Ночью Пришел Прям Навалился Говорит Прям На горло И Начал Душить И Как раз Они Читали Слово Божие И там Меч Господа Игидиона А Это Даже Какой-то Баптист Это был Вот кто Баптист Она Баптистская Мы были У нее И она Еле Прошептала Меч Господа Игидиона Только Она Прошептала Это И Раз Говорит Такое Облегчение Она Меч Господа Игидиона И вдруг Из угла Да Слышу Меч Господа Игидиона Ворчание Такое Никого Не было И ворчание Такое Страшное Дело Имя Господа Крепкая Башня Убегает В нее Праведник И Безопасен Вот и Все Когда Мне говорили Что Ты Не смей Говорить Слово Божие Когда Знаешь Три Говорит Знала И говорила Я говорю Так написано Кого больше Слушаться Бога Или вас Кто вы Такие Что запрещаете А Бог Говорит А что там Статья Была Когда За Слово Божие Три Года Три Года И все Некоторым По году Давали Вот Молодым Как Статья Это Как Я Не Знаю Как Статья Мне Что Никто Не Сказал За Слово Божие Игнатия Тихоныча Даже Не Садили То Есть Там Они Придумывали Больше Там Не Было Ничего Против Советской Власти А Вы же Не Против Советской Власти Агитация Агитация Вы же Говорили Его Даже По Библии Не Судили Игнати Тихоныча Его Судили За Распространение Заведомо Ну Там Правильно Люди Говорили О Кулац Об этом О Кулац Кулац Строе Хотел Сказать О Раскулачивании Ничего Себе Представьте Людей Записывают Как Красноармейцы Приходили Коммунисты Раскулачивали Убивали Людей Отбирали Последнее Это Кто Выдержит Конечно Конечно Его Провозгласили Клеветником Это понятно А за Слово Божье Его Не судили У него Библия Златоуствия Да нет Пожалуйста Распространяйте Делайте Что хотите Ему Сказали Другое Дело Что Если бы Вы действительно Начали Это Делать И Вас бы Посадили Это То же Самое Как Когда Мы Ходили В школу К Виктору Яковлевичу Когда Эти там Были Писятники Я Бывший Наркоман Будет Рассказывать Десятиклассникам О том Как Избежать Этого Пагубного Последствия Ну Всего Пагубности Этой Последствии Ну И что Там Говорил Говорил Воду Лил Долго Там Минут Тридцать Я Еле Высидел Уже Надо Думаю На него Спросить Потом Он Мимо Уже Проходит Я говорю Можно С вами Поговорить Ну Да Такой Такой А верующий Я говорю Ну Они Христиане Ну Да Ну Новый Завет Да У них Новый Завет Я говорю А вы Так И не могли Это Сказать Что Вы Чего Куда Около Ни Один Раз Ни Христос Ни Слово Божие Ни Библия Ни Новый Завет Ни Евангелие Ни Покаяние Ничего Не Сказали Я говорю Говорили Что-то Говорили А трудовик Нас Слушает И Потом Двое Еще Подсоединились И они Давай Мне Гваздать Нельзя Говорить Имя Христа Это Дети Неправильно Поймут Пускай Они Подготовятся Сначала Я Смотрю У меня Глаза Вы Пятидесятники Я говорю Вас Очень Хорошо Слышал Я Не знаю Кто Вы Но Вы Только Не Те Пятьдесятники Которых Я Слышал Я говорю Через Пятьдесятников Люди Веруют Во Христа Слово Божие Читают Еще Больше А Через Вас Говорю Только Узнаешь Что Да Наркотики И Было Тебе Хорошо И Приятно Было Да Дай Я Попробую Чего Он Один Пробовал А Когда Ты Говоришь Не О Наркотиках А О том Что В Душе Христа Нет И Ты В Пойдешь За Любой Грех Наркотик Не Наркотик Какая Разница Когда Если Ты Наркоман То Алкоголик Или Куришь Что Все Равно Одно И Тоже Получается Ну Будет Тебе На Ты Ты На Ты Будешь В Аду Курящим Не Наркоманом А В Аду Нет Вот Они Пришли А Мы Пришли Вот Только Бороться Именно С Наркотиками Да Где Христос Восстал Против Греха Против Неправды Против Засилия Лжи Почему Он так Говорит О правде Кто Блажен Жаждущие Правды А Почему Да Потому Что Все Извратили Люди Сильные Мира Сего Сатана Все Извратил Чтоб Только Люди К Правде Не Подошли А В Правде Открывается Сам Господь Сам Сын Божий Открывается В Правде И По Тогдашние Были И Сегодняшние Тем Более Так Ну Что Мы Пришла Чтобы Маленько И Так Мы Остановились На Одиннадцатом Стихе Матфея Четвертая Глава Слава Господу Нашему Давайте Помолимся У нас Можно Что Петь Сейчас Крещение Можно Петь Крещение Крещенские Давайте Крещенские Споем Боярда Да Боярда Некрещающийся Тебе Господи Троеческое Лея Се Поклонение Родителям Угла Свидетельствовавши Тебе Возлюблена Катя Сына Именуя И Дух Вели Голубин Известовавши Словесие Утверждение Явлейся Христе Боже И Мир Просвещай Слава Тебе Благодарим Тебя Благодарим Тебя Господи За то что и в этот день Позволил нам прикоснуться К слову Твоему Благодарим Тебя За это тихое Мирное время Если угодно воле Твоей Святой Продли его Утиши мир На Украине На Донбассе Прекрати Эту кровавую Бойню Разбуди Сердца Пробуди Сердца Священников И людей Верующих Чтобы они Обратились За помощью К Тебе Истинному Пастырю Чтобы этих Заблужших Овец Развежавших Эту Братоубийственную Войну Остановить Словом Твоим Святым А нас Распусти С миром Господи И пошли Людей На нашем Пути Жаждущих Слышать Слово Твое Ищущих Правды Хвала Тебе Отец Сын И Святой Аминь Аминь Хвала Тебе Честь